Эту мировую премьеру зрителям подарили смелые люди. Сергей Прокофьев в патриотическом порыве решившийся распеть прозу Толстого, положив на музыку «Войну и мир». Профессор Рита Макалистер, которая нашла в архивах рукопись и отважилась сделать оркестровку авторской ранней версии оперы. Студенты и преподаватели замахнулись на дело, посильное не каждому профессиональному театру. Эту оперу Прокофьев начинал писать в 41-м году, когда Великая Отечественная война только началась и до победы было очень далеко. Но авторы постановки уверены, в первой версии маэстро писал больше все-таки о мире. Не столько как о времени без войны, сколько о людях и их отношениях. Проект объединил Ростовскую государственную консерваторию имени Рахманинова и Шотландскую королевскую академию музыки и драмы. Репетировали с азартом. Иначе партнеры россиян не постигли бы ни бесконечно меняющейся гармонии музыкальных звуков, ни родного языка композитора. Исполнитель роли отважного офицера и партизана Денисова Ник Моррис говорит. Почти сразу догадался, что такое сам-сусам. Он не заучивает текст, а пытается понять его, вникнуть в каждую фразу. Я изучал много материалов о войне 2012 года. Да и о Второй мировой разговаривал с моими бабушками и дедушками, которые в ней участвовали. Мне кажется, я понимаю, что могли чувствовать и переживать люди. Это очень тяжело. И это основа моего образа. Постановку очень хотели успеть осуществить в год 65-летия Победы. В городах-побратимах Ростове и Глазго помнят, как народы Советского Союза и Великобритании вместе боролись с фашизмом. Как от берегов Шотландии в блокадный Ленинград по Северному пути шли конвои со стратегическими грузами. Это не неожиданное событие, не случайное. Мы к этому шли 20 лет. Проект родился среди многих трудов. Мы счастливы, что в Комиссии по культуре Евросоюза мы победили 350 заявок и выиграли грант, который помог осуществить задуманное. Для всех участников, а их больше 200, спектакль – серьезный экзамен. В оркестре и среди солистов есть даже первокурсники. При кажущейся простоте и скупости средств так называемое концертное исполнение оперы сразу показывает, кто на что способен. В таком неожиданном виде, как это у нас сейчас расположилось, все поют нечасто. Когда оркестр за спиной, дирижер за спиной, опора вся где-то находится. Не знаешь, на что опереться, есть только вот ты, и тут же прямо перед тобой вот они, зрители, сидят в первые ряды. Судя по реакции публики, по окончании почти четырехчасового действия экзамен сдан. Премьера состоялась. Это была первая, самая короткая и, как говорят критики, самая романтичная версия от величайших опер 20 века. Вероника Богман, Антон Китежеян, Владимир Шимаков, Денис Денисов. Вести, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова